Дорогие уважаемые президиумы, хочу выразить благодарность за возможность доложить результаты наших исследований. Итак, высокая инвазивность и метастатический потенциал являются отличительным признаком плоскоклеточного рака гортани и гортаноглотки, одного из самых социально значимых заболеваний. Опухоли этой локализации характеризуются быстрым ростом, часто рецидивируют, дают множественные метастазы в региональные лимфоузлы и с трудом поддаются лечению. Более 40% больных с раком гортани погибают уже на первом году после постановки диагноза. Проблема прогноза метастазирования при плоскоклеточном раке гортани может быть решена путем детального изучения молекулярных особенностей развития этого заболевания. Одна из основных характеристик процессов инвазии и метастазирования – это приобретение опухолевой клеткой подвижности, которая посредуется ремоделированием актинового цитоскелета. В литературе описаны два способа подвижности передвижения клеток. Это по мезинхимальному типу, для которого требуется инициация эпителиального мезинхимального перехода, и по амебоидному типу, для которого требуется активация мезинхимально-амебоидного перехода. Доказана важность эпителиального мезинхимального перехода при инвазии и метастазировании опухоли. Вклад же мезинхимально-амебоидного перехода в прокразизирование рака остаётся неясным. Переходы между этими типами движения могут иметь решающее значение на разных стадиях метастазирования и происходить достаточно быстро, что зависит от многочисленных факторов. Индукция эпителиального мезинхимального перехода при опухолевом росте ассоциирована с активацией ряда факторов роста, транскрипционных факторов, например, снаил, который участвует в подавлении экспрессии гена Екаткидерина, эпителиальных белков и активации экспрессии виментина и матриксных металлопротеаз, опосредуя тем самым клеточную миграцию. Эпителиально-мезинхимальный переход также связан с активацией внутриклеточных сигнальных путей, в том числе роассоциированных сигналинка протеолиза, активацией экстраклеточного протеолиза посредством металлопротеоназ и ремоделированием цитоскелета. В ремоделировании цитоскелета участвуют различные белки цитоскелета — это актин, и актин связанные белки — кофелин, профелин и перечисленные на слайде. Итак, альтернативным типом движения опухолевых клеток является мезинхимальный амебоидный переход. В частности, он характерен, как описывается по литературным источникам, для более поздних стадий опухолевой прогрессии и может быть индуцирован фармакологически. Активация программы мезинхимально-амебоидного перехода связана с подавлением молекулярных признаков эпителиально-мезинхимального перехода. Показано, что переход эпителиально-мезинхимальный в мезинхимально-амебоидный зависит от уровня активности малых ГТФАС, РО и РАК. Практически ничего не известно о строении активного цитоскелета в опухолевых клетках, двигающихся по амебоидному типу. Ранее нами было показано, что развитие рака гортани ассоциировано с изменением экспрессионного уровня МРНК белков, участвующих в реализации клеточной подвижности, а именно с изменением экспрессии СНАЙЛ, МРНК фасцина и ЗРИНО и Данилила ассоциированного протеина-1. Однако не описана связь уровня экспрессии генов, связанных с реализацией программ эпителиально-мезинхимального перехода и мезинхимально-амебоидного перехода и белков цитоскелета при метастазировании плоскоклеточного рака гортани гортаноклотки. Поэтому целью нашей работы явилась оценка связей уровней генов СНАЙЛ-1, РНД-3, Виментина и белков цитоскелета, кофелина-1, фасцина, профелина-1, ЗРИНО, а Данилила ассоциирована к протеина-1 в опухолевой ткани гортани гортаноклотки в зависимости от метастатического статуса. В исследование вошли 52 больных с раком гортани с верифицированным диагнозом, 30 человек составили группу без метастазов и 22 человека с метастазами. Уровень экспрессии МРНК генов в мишени оценивали методом обратно-транскриптазной ПЦР в режиме реального времени по технологии Сибербрин. На данном слайде представлены последовательности праймеров, использованных в работе. В результате работы было показано, что изменения в экспрессии представленных изучаемых генов в зависимости от метастатического статуса статистически значимых изменений не было. Однако нужно отметить, что экспрессия генов с NIL-1 кофелин у больных с метастазами была несколько выше и было отмечено снижение изрина в опухолевой ткани у больных с раком гортани. На представленной выборке пациентов корреляционный анализ выявил многочисленные связи между изучаемыми молекулярными показателями опухолевой ткани у больных. Следует отметить корреляции средней силы между МРНК-виментином, аденелилциклазоассоциированным протеином и РНД-3. При разбиении общей выборки больных раком гортани на группы относительно наличия на момент исследования регионарных метастазов были получены другие корреляционные связи. Так, у больных раком гортани с метастазами, которые выделены ячейки серым цветом, выявлена взаимосвязь средней силы между уровнем экспрессии РНД, профилина-1, кофилина-1 и КАП-1, между генами, кодирующими актинсвязывающие белки КАП-1, кофилина-1, профилина-1 и виментин, и КАП-1. У больных раком гортани без метастазов, выделено зелёным цветом, наблюдался иной характер взаимосвязи. Наблюдались корреляции между СНАЙЛ-1, профилином, кофилином, и также наблюдалась средняя сила связи между экспрессией генов, кодирующих актинсвязывающие белки, это КАП-1, кофилин-1, профилин-1. Таким образом, при лимфогенном метастазировании у больных раком гортани, по нашим данным, работают в тандеме РНД-3, профилин, кофилин и КАП-1. Связь между функциональными партнёрами кофилин, профилин и КАП, осуществляющими оборот актина при ремоделировании цитоскелета, это описано хорошо в литературе. И для оценки влияния уровня экспрессии генов, ассоциированных с клеточной подвижностью, общая выборка больных была разделена на группы с низким или высоким уровнем ММП-ассоциированных генов. В целом, уровень экспрессии СНАЙЛ не отражался на уровне экспрессии активно-связывающих белков. Однако была отмечена тенденция к увеличению экспрессии профилина и кофилина-1, что, собственно, подтверждалось наличием положительно-корреляционной связи между уровнями экспрессии этих генов. Наиболее значимые результаты были получены для коэкспрессии активно-связывающих белков и экспрессионной активности РНД-3. Так, высокий уровень РНД-3 ассоциировался с высоким уровнем экспрессии профилина, кофилина и КАП-1, что также подтверждалось ранее продемонстрированным корреляционным анализом. Уровень виментина влиял только на уровень экспрессии КАП-1. Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что уровень экспрессии РНД-3, не имея связи с метастазированием, но его рост сопровождался увеличением экспрессии активно-связывающих белков профилина-1, кофилина-1 и КАП-1. На представленной выборке показано, что особое место в молекулярных событиях метастазирования рака гортани, вероятно, принадлежит именно РНД-3. И связки актин-связывающих белков – это профилина-1, кофилина-1 и КАП-1. Обнаруженная экспрессия актин-связывающих белков подтверждена работами некоторых авторов. Роль РНД в онкогенезе до сих пор изучается. И вариабельность экспрессионной активности РНД-3 в литературе описана как зависящая от типа опухоли и может быть обусловлена мутационным статусом. В результате проведённой оценки наличия и характера связей уровней экспрессии ММП-ассоциированных генов СНЕЛ-1, РНД-3, Виментина, белков цитоскелета, кофилина-1, фасцина-профилина-1, изрина в опухолевой ткани. В представленной группе пациентов не было получено статистически значимых различий. Однако выявленные корреляционным анализом связи между изучаемыми молекулярными показателями в опухолевой ткани говорят о том, что ММП-ассоциированные гены работают в тандеме с актинсосвязывающими белками, в частности с КАП-1, профилином-1, кофилином-1. В результате можно сделать вывод, что именно в лимфогенном метастазировании при раке гортани основную роль играет РНД-3. Эти данные также подтверждаются сравнительным анализом экспрессионного уровня МРНК-актинсвязывающих белков на фоне разной экспрессионной активности ММП-ассоциированных генов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...